Жительница города Амурска Алла Ивановна Воробьёва обратилась в нашу телекомпанию за помощью. Смотрите репортаж Валерии Толкачёвой. Вся жизнь Аллы Ивановны прошла на острове Сахалин. Трудовой стаж 48 лет. 27 лет работала в порту, где, получив травму, стала инвалидом. Естественно, на старости лет захотелось пожить в нормальных человеческих условиях. Было принято решение переехать на большую землю, в наш город Амурск. Приобретя однокомнатную квартиру через агентство недвижимости, в сентябре 2007 года, вот уже на протяжении 7 лет, она не может почувствовать себя полноправной хозяйкой квартиры. Когда Алла Ивановна переехала в квартиру, то выяснилось, что в бывшем зале двухкомнатной квартиры находится электрощитовая на площади 12 метров квадратных, принадлежащая обществу с ограниченной ответственностью перспектива, и имеет общий вход в коридор квартиры. А коридорная дверь является общим входом как в квартиру, так и в электрощитовую. Днем она не закрывалась и представляла тем самым угрозу для жизни и безопасности Аллы Ивановны. Там свалка была, и стояли вот эти два распределителя, и оказывается, туда были сделаны ямы в подвал, тут стояла вонь. Я потом стала с соседкой разговаривать, а соседка и говорит, это была двухкомнатная квартира, но когда погорели военные, они, говорит, быстро сюда перебирались и временно поставили вот эти распределители. Но, говорит, в подвале под них фундамент стоит. Я, значит, мы написали, она писала, сверху соседи писали, чтобы их убрали, эти распределители. А ночью, понимаете, вот засыпаешь, шум стоял. Водно-распределительное устройство ВРУ располагается в специально выделенном помещении электрощитовой. К электрощитовой предъявляются довольно жесткие требования. Причем эти требования касаются не только электротехнической части. Одним из таких требований является нежелательное расположение ВРУ рядом с помещением, где уровень шума ограничен санитарными нормами. До 2010 года я ходила, все разбиралась в энергосбытии, почему у меня нагорает столько много. Потому что меня внучка приглашала с правнуками сидеть. Я по два, по три месяца уезжала, меня не было. Приеду, сяду, заплачу и обратно уезжала. А мне внук приехал и говорит, бабуля, а у тебя свет не вместе с ними? А я говорю, как так? А у них же отдельно? А он и говорит, а вот они придут, а ты щитки выключи. И вот они 19-го, 9-го мая у нас в 2010 году свет перегорел. Я как раз была на площади, мне соседка позвонила, Ивановна, вот так и так. А я говорю, а я что это делаю? Куда же сегодня праздник? 19-го мая они начали тут исправлять все. Исправили. Стали заходить сюда, они что-то на улице там раскапывали, потом зашли сюда. Я думаю, дай-ка я выключу. Я выключила, они забегали. А я говорю, а я хочу свет вам даю. Хочу, не даю. И он тогда этот электрик звонит, дайте мне еще двух электриков, и они отсоединялись от меня. А так я платила все время за них. А когда управляющая компания была опрыжка, он приходил, и вот тут такие скандалы он закатывал, что это калидор не твой, и выходило, что я должна где-то через окошко ходить. Я, значит, обратилась к своему Геннадию Петровичу, он мне говорил, когда посмотрел проект дома, и говорит, Алла Ивановна, в этом доме однокомнатных квартир нет. А они, говорит, как отчужденную ее сделали, и вот это, говорит, взяли и продали вам. Он мне говорит, ты знаешь что, сходи в Государственную Думу. Там тогда же был спикер Хохлов, я пошла туда, мне секретарь говорит, а зачем вам Хохлов, когда у вас по вашему округу Федоров Иван Михайлович. 2011 год, когда я приехала сюда, на второй день, уже 1 июня, я еду уже на кольце, звонок, это помощник депутата Глещинский Сергей Георгиевич. Нам надо с вами встретиться, когда? Ну, я ему говорю, ну, давайте на завтра. На завтра они пришли, Байдаков пришел, электрик с ними пришел, и, значит, начали вот разбираться. Я говорю, ну, давайте тогда вы закладывайте вот эту дверь, что сейчас идет туда в зал, и давайте мне калидор отдельный. Они, значит, посовещались, потом приехал Иван Михайлович, они были у Редькина, и решили, что они вытаскивают эти щиты, опускают в подвал. Я уехала в Хабаровск. Это уже было в июле, они вытаскивали. В августе Глещинский мне Сергей Георгиевич звонит и говорит, Алла Ивановна, я переговорил с Борисом Петровичем Редькиным, так как коммуникация вся находится в вашей половине, напишите заявление, чтобы вам присоединили вот эту комнату. Я пишу на имя Редькина заявление. Мне, значит, Редькин через месяц идет ответ, что нужно эту комнату с нежилого перевести в жилое. Потом, значит, второй ответ, нужно мне обратиться к архитектору. А как я пойду к архитектору? Кто я такая? Я обращаюсь опять к Глещинскому. А когда вынесли эти электрощиты, я приехала сюда и пошла на прием к Глещинскому, он мне и говорит, Алла Ивановна, если вы не будете подавать на суд, я вам помогу. Понимаете? А начальник судебного департамента мне и говорит, раз они убрали щиты, это моральный ущерб они вам наносили, вы подавайте на суд, на управляющую компанию и на администрацию. Я к Глещинскому три года каждый месяц ходила как на работу. Мне было стыдно ходить. Понимаете? А теперь, значит, они пишут здесь реконструкцию. Я 120 тысяч вложила, а какая реконструкция, я ничего не могу понять. Я эти три года, меня вот так трясло, колотило. Они ее называют колясочной, когда вот она на фотографии. Прокуратура Хабаровская и наша местная давали, знаете, какой ответ? Вот Ушач мне давал тут эти. Они мне давали, ваша комната находится между колясочной и электрощитовой. А я соседке и говорю, а где ж тогда моя квартира? Постановление правительства об утверждении правил уточняет закон ЖК РФ. Хоть напрямую в жилищном кодексе слово «колясочная» не указано, но по смыслу закона колясочная является частью общего имущества всех собственников помещений, так как предназначены для обслуживания более одной квартиры. В сюжете прозвучали известные большинству горожан фамилии. Многие из них занимают должности, позволяющие решать проблемы амурчан. В свою очередь, по данной ситуации, мы запрашиваем информацию у главы городского поселения города Амурск Бориса Редькина. Продолжение следует...